Обязательно, друзья, поделитесь в своих соцсетях данным видеороликом. Привет, друзья, просто случайный зритель всем, кто не спит. А у вас сейчас, знаю, поздний час. Отличное настроение, еду после тренировочки, прокачал то, что мы любим качки больше всего. Грудные мышцы, хорошо в силовом режиме и на пампел. И хочу с вами поделиться, пока у меня тоже хорошее настроение, главным секретом успеха. Успеха, заметьте, друзья, во всем, а конкретно в жизни. Какое основное правило, как вы думаете, для того, чтобы добиться успеха? Конечно же, позитив, но самое главное, вы должны любить, получать удовольствие от того, что вы делаете. Все нужно делать с душой. Ведь, что бы вы ни делали, бизнес, спорт, неважно какой, неважно чем бы вы ни занимались, если это не приносит вам удовольствия, то это очень быстро перестанет быть вам интересным, приятным и перестанет быть вашим жизненным путем. И это самая большая ошибка людей, которые приходят в спорт за славой, за деньгами. Поначалу, может быть, это и хорошо. Но если вы не любите тяжело пахать, не любите ворочать железки, то вы это быстро бросите. Пополните с собой ряды тех неудачников, которые ноют на генетику, на то, что тренироваться и накачаться, и вообще быть в форме можно только на фармакологии. Запомните, друзья, только удовольствие и только сердце, душа, как хотите называйте. Если вы идете не путем сердца, как говорил еще Кастанеда, то вы занимаетесь ерундой. Вы тратите свою жизнь впустую. Жизнь это, друзья, не страдание. Жизнь это не испытание. Жизнь имеет смысл только тогда, когда мы получаем от нее удовольствие. И поверьте, я не говорю сейчас о деньгах. С деньгами быть счастливым легко. Я всю свою жизнь был счастливым человеком. Иногда, даже не имея денег, я всегда был счастлив. Я всегда был на позитиве. Но в России, к сожалению, ко многим людям, которые всегда на позитиве, всегда улыбаются, относятся как к дурачкам. Но на самом деле, по-моему, те люди, которые строят из себя излишне серьезных людей, взрослых, сами являются таковыми. Ведь большинство из вас, к сожалению, живет жизнью не той, которой хотелось бы. Работают на работе не на той, которой хотелось бы. Не занимаются тем, чем хотелось бы заниматься в жизни ради души, ради удовольствия. Ни один из своих бизнесов, бизнес-проектов я не начинал ради денег. Поверьте, все, что я делал, все, что я делаю и в России, и здесь, я делал только потому, что мне этого хотелось, потому что к этому лежала моя душа, потому что этого требовало мое сердце. Я люблю тренироваться, неважно, на фармакологии или без фармакологии. Неважно, в каком зале, на тренажерах или со штангой. Я люблю ворочать железки. Я получаю от этого удовольствие. Я понимаю, что это тупой, бычий кайф, но я от этого кайфую. И вокруг этого я построил всю свою жизнь. Я приехал в 18 лет, имея 200 рублей в кармане в Россию. Я построил там довольно неплохую империю свою из залов, из федерации. Настолько неплохую, что мои друзья даже подставили меня, обвинили во всех смертных грехах и кинули меня вообще абсолютно на все. Я потерял все, всю свою жизнь, всю свою репутацию. Но, тем не менее, такая ситуация большинство загнало бы даже в петлю, что и происходит. Я не отчаивался, я не расстраивался. Я обсудил и когда понял, что ситуация реально грозит уже мне физически, я просто переехал в новую страну. В новый мир, можно сказать. Не зная языка, не имея ничего абсолютно, никакого опыта. Но я твердо знал, что я буду здесь делать то же самое, что я делал в России. Буду заниматься любимым делом. Буду идти и стараться идти по этому пути. Что бы мне этого не стоило. Да, было время, я работал и охранником у черных на вечеринках. Кстати, очень интересный опыт. Культура у них действительно такая. И когда они вместе собираются отдельно, это совсем другие люди, на них весело смотреть. Довольно такие приятные ребята. И когда я искал инвестора, чтобы открыть зал, надо мной смеялись все, я уверен. Даже жена мне не верила, что мы найдем инвестора. Но тем не менее, я открыл здесь два зала. Два лучших зала. Не только в Америке, я не побоюсь этого слова. Все, кто приезжают со всех штатов, со всего мира, все приходят к нам в зал. Покойный Рич Пиана, я с ним так познакомился, он пришел ко мне в зал. И потом, когда приезжал в Орландо, 4 или 5 раз он приходил не в голджим, друзья, а приходил ко мне в зал. Вы все это видели. О чем я говорю? Говорю я о том, что вы должны задуматься. Жизнь настолько короткая штука, что жить не в удовольствии, это грех. Грех перед самим собой. Нужно жить для себя, ради себя. И кому-то это может показаться чересчур. Сами подберите слово. Но это не так. Ибо, если вы не будете сами счастливым человеком, то вокруг вас никто не будет счастливым человеком. Никто не будет чувствовать себя счастливо рядом с вами. А счастье это не потому, что у вас есть то или другое. Счастье, друзья, это внутреннее ваше мироощущение, мировосприятие, которое настраивает весь мир по образу и подобию того, что вы чувствуете внутри. И если ваша религия, вера, еще что-то, друзья, говорят вам о том, что вы должны быть несчастным, бедным, что это праведный путь, то это неправильная религия, это не ваши друзья, это глупые люди. Любая вера строится на том, чтобы человек был счастлив. Ну как можно проживать эту жизнь несчастливо? Если вы не можете поменять свою работу на то, что хотите, тоже не нужно отчаиваться. Делайте ее хорошо. Получится у вас ее полюбить? Вряд ли. Но тем не менее вы сможете продвигаться по этой работе. У вас появится больше времени, больше вас будут уважать, доверять. Это все очень и очень просто. Но можно начать и свое дело. Миллионы людей начали свое дело у себя в гараже, в квартире. И развили его до мировых масштабов. Очень много таких примеров. Если вы думаете, что нужно иметь деньги для того, чтобы делать деньги, что деньги к деньгам, то это не так. Я не имел ни денег, ни в России, ни здесь. Но тем не менее я добился того, чего хотел. Потому что я твердо знал, что это будет. Знал, верил. Но это не значит, что я ничего не делал и лежал на диване. Я, естественно, продолжал работать. Но я рисковал. Я ломал правила. Никогда, никогда никого не слушайте, если вам кто-то говорит, что так делать нельзя. Если вам кто-то говорит, что это неправильно, что это ни по-людски, ни по-человечески. Все это чушь. Это то стадо людей, которое хочет, чтобы вы не вырвались из этого стада. Были в этом стаде. Потому что если вы вдруг подниметесь наверх, то они будут чувствовать себя хуже, ущербными. А как нужно жить, чувствуя себя ущербным? Тяжело. Поэтому легко. И все идут этим легким путем. Стараются обсирать других. Поэтому в нашей стране так любят, когда какой-то человек упадет, потеряет бизнес, потеряет репутацию. Не важно что. Люди получают от этого удовольствие. И вы это видите, знаете, не лучше, не хуже меня. Я всегда ломал стереотипы, ломал барьеры. В детстве, в садике я ненавидел спать. Да, не удивляйтесь, это сейчас я люблю днем подрыхнуть. Но тогда я все делал, бесил воспитателей. Но я все равно не спал. И что вы думаете? Я любил уже тогда читать сказки разные. Мне читала бабушка. И меня использовали воспитатели. И это было им здорово, потому что они расслаблялись. Они меня отводили в младшую группу во время тихого часа. И я там детишкам рассказывал сказки. Представляете? Все были довольны. Я доволен, я не сплю. Детишки маленькие довольны. Им рассказывают сказки. Воспитатели кайфуют там у себя, отдельно сидят, не переживают, что их дети не спят или где-то чем-то занимаются. И так было всегда и везде. В школе. В школе вот меня больше всего бесило, конечно, это тупое вот наше сидение за партами. Когда мы, дети, нуждаемся именно в активности, нас с вами сажают за парту. Это хуже, чем сидеть в тюрьме. Вы все это прочувствовали на себе. И если вы думаете, что это правильно, посмотрите на финскую систему школьного воспитания. Вы обалдеете. Это сейчас одна из лучших, самых успешных систем. И учатся дети там всего ничего. Но больше дети играют, больше активности у них. Но нет, кому это нужно? Ведь проще идти проторенной дорожкой. Создавать зомби, которые будут бухать, работать, жаловаться, жить в негативе и умирать. Самое главное, не доживая до пенсионного возраста. Вот какими видит вас государство. Вот что значит идеальный гражданин для государства. Не должны вы, друзья, ни государству, никому ничего вы не должны. Должны вы только самому себе. И если вы будете счастливы, повторяю, будут счастливы все, все вокруг вас. Старайтесь, чтобы дело, которое вы любите, стало делом вашей жизни. Ведь если вы обманываете себя, когда-нибудь это все равно где-то выйдет боком. Можно обмануть кого угодно, но себя обмануть нельзя. Не нужно, как это любят РПЦ, православие. Я не осуждаю никакие религии. У меня совсем другая вера. Большинству она вообще может показаться смешной. И так и есть. Но православие и христианство вообще пропагандируют то, что быть бедным, несчастным, это Бога угодное дело. Да не правда это, друзья. Не нужен Богу, если Он есть в том естестве, в котором Его преподносят нам. Что для меня лично смешно. Не может нравиться кому-то несчастный, убогий, бедный человек. Не может такого быть. Это нам просто впаривают, чтобы легко было нами управлять. Когда тебе говорят, что ты должен жить на этой земле, потому что ты здесь родился. Это полная чушь. Я родился на земном шаре. И я могу жить там, где хочу, где мне нравится. Не нужно делать без человека предателя, потому что он не живет там, где он родился. Это полная чушь. Это вы уподобляетесь как раз таки стаду, которая подвержена, разделяя и властвует. Нас разделяют на религии, на земляные участки. Ведь так можно между собой пересраться не только Россия и Америка. А в конце концов можно ругаться и между городами. Это неправильно. Это все равно, что говорить, кого ты больше любишь, маму или папу. Вы понимаете, что это абсурдно? Я люблю и маму, и папу. Почему я должен выбирать? Почему я кому-то что-то должен? На каком основании вы должны государству, которое не обеспечивает вас ничем, которое обогащается только за счет вас? И думает о том, как бы вас угнетать посильнее, пострашнее, и чтобы вы померли, не доживая до пенсии. Я читал про Сталина одно время. Интересные были такие моменты, хотя я негативно отношусь к этому человеку. Но он, даже Сталин, говорил, что если мы хотим, чтобы наши люди, советские люди, были образованными, им нужно больше времени на это. Нужно сокращать рабочий день до 5-6 часов в день. Понимаете? А мы работаем минимум по 8 часов. Когда у матери будет много времени на то, чтобы заниматься своим ребенком или мужчиной? Когда мы вынуждены только думать о том, как бы прокормить свою семью, как заплатить за ипотеку, как обеспечить достойное будущее своим детям. Нас настолько зомбируют всей этой пропагандой, что люди, многие реально становятся просто тупоголовыми зомби, которые вообще не понимают абсолютно простых истин. Посмотрите, простой пример. Мне многие говорят, что я там вот обсираю Россию, не люблю ее. Неправда, друзья. Я родился в Молдавии, там меня все называли русским, и я себя считал русским. Я переехал сюда, живу в Америке, я тоже считаю себя все равно русским. И все равно мне всегда тычут тем, что я предатель. Я не мог предать Россию, потому что я родился не в России, я родился в Молдавии. Вообще все это просто тупая пропаганда и чушь. И если вы не понимаете, в отличие от всего остального мира, что если государственная власть, которая выбирается вами ради вас, должна делать то, что должно быть лучше народу, и если вам это не нравится, вы имеете, вы обязаны критиковать и говорить, что вам не нравится. Это не значит, что вы не патриот, и что вам нужно убираться в Америку или еще куда-то. Кто такое говорит, тот просто дебил, конченый дебил, либо проплаченный властью проститутку. Два варианта. Не бывает третьего варианта. Понимаете, вы должны, друзья, только самому себе прожить эту жизнь счастливо, прожить эту жизнь сердцем. Тогда вся ваша семья будет в удовольствие жить. Что такое ощущение счастья? Это не значит, что нужно много денег иметь. Но это и не значит, что нужно быть бедным, жить в бедности, радоваться этим и превозносить это как богоугодное дело. Чушь это не значит. Не все богатые люди плохие люди. И не все бедные люди хорошие люди. Понимаете? Точно так же, как не все русские хорошие люди, и не все русские плохие люди. И как любая другая нация. Везде есть свое говно. Но вы должны фильтровать это все. Вы должны только самому себе, если, конечно, хотите, чтобы вы были счастливы. И это касается абсолютно любой жизнедеятельности. Бизнес, спорт, семья, все, что угодно. Вы, креатор, друзья. Вы, творец и создатель своей жизни. Только вы. Поймите это. Найдите в интернете, почитайте. Вы будете шокированы. Прям наберите. О чем думают люди перед смертью. В одной больнице медсестры записывали у очень многих пациентов, которые знали, что умрут. О чем они сожалеют? Как вы думаете, кто-то сожалел о том, что мало работал? Конечно, нет. Сожалеют о том, что мало проводили времени с любимыми людьми. О том, что мало путешествовали. Нужно задуматься, друзья. Мы живем так, как будто мы вечны. Но это не так. Действительно, нужно понимать, что каждый следующий миг может стать последним. Каждый следующий день может не начаться. Может быть, кому-то это кажется неправильным. Но за свои уже больше, чем 40 лет, я не раз убеждался, что позитив, занятие любимым делом, жизнь в удовольствие, это три вещи, которые определяют всю нашу жизнь. С чего начать изменения? Начните, друзья, изменения в своей жизни с того, что перестаньте смотреть новости. Никогда не смотрите новости. Современные новости заточены только на негатив. На самых низменных наших инстинктах. И вызывают в нас, соответственно, все эти негативные низменные инстинкты. Не нужно настраивать свое подсознание изначально на негатив. Просыпайтесь, улыбайтесь, радуйтесь, что вы проснулись, радуйтесь новому дню. Засыпая, благодарите эту жизнь за то, что она заботится о вас. Вспомните, когда вы были детьми, когда вы были маленьким мальчиком или маленькой девочкой, как вы жили в кайф, потому что родители заботились о вас. Вам не нужно было думать, где найти денег на еду, на то, чтобы что-то купить, чтобы что-то носить. Точно так же живите, сохраняйте это ощущение, когда вы уже взрослый, что ваша жизнь заботится о вас. Но, естественно, тоже что-то делайте. И так и будет. По-другому никак. Я надеюсь, друзья, что вам интересно слушать мои рассуждения, мои мысли. И они не просто так возникают на пустом месте. Они возникают на моем жизненном опыте. И я слушаю очень много, читаю книг известных, успешных людей. И основная тема, главная тема, которая идет основной нитью через повествование любых совершенно не связанных между собой людях. Это позитив, настрой, удовольствие и счастье. Приведу в конце один пример. Я создал свои залы, не имея денег, привлекая инвесторов. А вы знаете такого, естественно, его весь мир знает, человека, как Дисней? Дисней. Не помню, как его зовут. Так вот, парк Диснея появился в голове Диснея очень-очень давно и задолго до того, как он смог его осуществить. Этот человек обратился больше тысячи раз в банки с тем, чтобы получить инвестиции, получить кредит на построение своего первого аттракциона, первого парка. Вдумайтесь только в эту цифру. Больше тысячи раз. Я бы тоже, наверное, не выдержал и плюнул бы, и сказал бы, что все. Кто из нас, кто из вас, друзья, хоть раз, хоть раз куда-то обратился, какой-то раз попытался найти инвестора на то или иное дело? Вот вам ответ. Почему одни успешные, почему вы неуспешный человек? Я надеюсь, друзья, что это не просто так сегодня я вам рассказывал, говорил, и что это изменит ваше мышление, изменит ваше отношение просто к вашей жизни. Поверьте, она настолько коротенькая, особенно если тебе сейчас 18-20 лет, ты думаешь, что у тебя еще вся жизнь впереди. Поверь, я когда учился в школе, я думал, что тянется время нереально. Но когда я закончил школу, мне как будто дали волшебного пенделя, я вот сижу вот здесь сейчас с вами и рассуждаю об этом. Друзья, всем позитива, спасибо, что смотрите меня, спасибо, что поддерживаете. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Делитесь им обязательно в соцсетях. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok